Итак, завтра. Здравствуйте. Не так давно я заинтересовалась кручением проволоки и очень красивыми изделиями, которые делают мастерицы и выкладывают в интернет. Я попробовала сама сделать нечто подобное. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Вот такие вот вещи. Снимаю я с планшета, поэтому, наверное, не очень хорошо. Может быть, видно. Значит, вот здесь пара сережек. Значит, вот это вот получается у нас эта шпилька для волос. Шпилька для волос. Видно, какая она красивая. Значит, это браслет. Браслет вот такой вот. Он очень тоже интересный. Весь такой закрученный, красивый. И фибула. Фибула. Значит, это мои первые опыты в кручении проволоки. Теперь встает вопрос, как же ее затемнить. Так как в моем доме очень маленький ребенок, ему всего годик и девять месяцев на сегодняшний момент, значит, всякие химические препараты и вонючие мази сами по себе отпадают. Порывшись в интернете, я нашла один весьма любопытный способ использования соды, пищевой соды бикарбонат и перекиси водорода. Здесь у нас называется водородин перексид. Для того, чтобы получить... Ну, для того, чтобы зачернить медь. Значит, я взяла 800-граммовую банку воды, предварительно ее подогрела и положила 4 столовых ложки... 4 столовых ложки соды бикарбоната, пищевой соды. И налила 4 столовых ложки перекиси водорода. Значит, все это я размешиваю как следует. Все это я размешиваю. И кладу сейчас свои изделия туда. После чего мы посмотрим, станут ли они черными, как нам хочется. Обратите внимание, вот этот браслет уже полежал несколько дней во влажной среде. Сейчас у нас отопление еще не включено. Сегодня 2 ноября, отопления еще нет. Влажность в помещении повышена. И за счет этой влажности он стал естественным образом чернеть. Значит, кого удовлетворит такой цвет, после этого можно его отполировать и покрыть лаком, или не покрывать лаком, и носить. Значит, он достаточно имеет такой темный цвет. И, в принципе, такой неплохой цвет. Такой симпатичный. Да, значит, камень у меня тут бирюза. И я подозреваю, что это не натуральная бирюза. Если это действительно не натуральная бирюза, вполне возможно, что в этом растворе она поменяет свой цвет. Или вот эти прожилки, красивые такие темные прожилки, могут также поменять свой цвет, или вообще исчезнуть. Но заодно и проверим, что у нас тут такое. Камень или обыкновенная бижутерия. Значит, это я тоже кладу, опускаю. Значит, и кладу вот эту фибулу. Здесь у меня использованы натуральные камни. Вот то, что зеленый, это какой-то индийский, ближе к нефриту. Это были старые боссы, которые я разобрала, и теперь пускаю на всякие поделки. А светлые камушки, боюсь, что это обыкновенный кварц, покрашенный. Но, тем не менее, смотрятся неплохо в сочетании. Хотя, это первая моя работа, и они несовершенны. Я больше копирую, чем делаю что-то самостоятельно. Также это опускаем. По рецепту там было сказано, что достаточно одни сутки подержать. Вот заодно и проверим, насколько это является правдой, и сможем ли мы подобным образом почернить, зачернить медь. Значит, если посмотрим сейчас внимательно на эту баночку, видите, как там медь начала блестеть. Похоже, пошла какая-то реакция. И что-то, если честно, мне не очень нравится, что она светлая, а не наоборот, не начинает чернить. Значит, еще раз повторяю, рецепт очень простой. 4 ложки пищевой соды, которая есть в каждой семье, и перекись водорода. Также 4 ложки. Перекись у нас тоже есть у всех практически. Вот у нас водородин перексит. 100 мл баночку я купила. Стоит она здесь на местной турике. Всего 70 статинок. Ну и сода. Немного стоит, недорого. Значит, серная мазь в аптеке я спрашивала, ее нет. Так что травить ребенка маленького, конечно, с серными парами, нашатурным спиртом, тоже не представляется реальным. Попробуем, посмотрим, что будет здесь. Обратите внимание, камень тоже стал более ярким. Более ярким. То есть, видимо, все-таки вступил в какую-то реакцию. Ну, посмотрим. Значит, в следующем видео через сутки посмотрим, насколько это так и оправдывает ли данный способ свое назначение, свое предназначение в чернении медных изделий, в придании им патинирования. Ну вот, посмотрим. Посмотрим и решим. Значит, все эти продукты есть практически у каждой, в каждой семье. Так что, любая из нас, кто решит заняться рукотворчеством с медной проволокой, может вполне позволить себе опробовать этот способ. Но пока я только вижу, что медь светлеет. Вот мне так кажется, что медь светлеет. Даже вот видно, да, насколько она светлой становится. Сейчас посмотрим, что там у нас. Да, вот даже если вытащить хвостик не был погружен в воду, мне кажется, что она светлеет. Ну, посмотрим. Оставим на сутки и посмотрим, что будет завтра. Что будет завтра. Всего доброго. Спасибо за внимание. И приглашаю вас продолжить этот эксперимент. Завтра посмотреть, что стало с медными изделиями. Всего доброго.